Всем привет, ребята! С вами Киеноген903 и вы на моем канале. Ребят, наконец-то свершилось то, что вы все давно ждали. На Адопт.Ми появились новые японские яйца, которые посвящены японской мифологии. Они пришли на смену старым лесным яйцам. Вот видите, какое яйцо. Оно очень красивое, в виде японского фонарика, и оно светится. В темноте это заметно еще сильнее. Такое яйцо, ребят, можно купить там же, где вы всегда покупали яйца, на месте лесных яиц. То есть проблем найти, где купить это яйцо, я думаю, у вас не возникнет. Ребят, я думаю, что вам всем интересно узнать, какие питомцы выпадают из японских яиц. Поэтому я закупила 36 яиц. И сейчас, ребят, я буду вместе с вами открывать эти 36 яиц. И мы вместе посмотрим, какие питомцы выпадают из японских яиц. И вы увидите, какие питомцы выпадут лично мне. Будем открывать все 36 яиц. Поэтому, ребят, запаситесь терпением, если вы хотите увидеть всех питомцев, которые выпадут мне. Ну и будем надеяться, что мне выпадут все 12 питомцев. Кстати, да, я забыла сказать, что в японских яицах 12 питомцев. Для сравнения, в лесных яицах было всего 8 питомцев. Так что, ребята, если вы хотите прокачать всех питомцев из нового японского яйца, то придется приложить много усилий, много работать, потому что этих питомцев еще больше, чем в лесных яицах. Но пока, ребят, мы ждем задания, чтобы вылупился первый питомец у нас из первого яйца. Я немного расскажу вообще, какие питомцы уже озвучили, какие есть, какие неизвестны. Так, ребят, я на трейдер не буду ни на какие соглашаться, чтобы не отвлекаться. Итак, ребят, в новых японских яйцах, как я уже сказала, 12 новых питомцев. Из них 2 комонки, 2 онкомонки, 3 редких питомца, 3 ультраредких и 2 легендарных питомца. Из комонок выпадают 2 питомца, мне они, кстати, не очень понравились, я смотрела в журнале, они такие оба серенькие, но мы сейчас увидим их вживую, надеюсь, вживую они будут выглядеть более симпатичными. Первый питомец обыкновенный, это дюгон, я не знаю, как он правильно переводится. Видимо, это какое-то мифологическое животное из японской мифологии, ну, типа какого-то кита, что ли, я не знаю. Второй питомец комонка, это садомол, тоже не знаю, как правильно переводится, возможно, никак не переводится, потому что это, как я уже сказала, питомцы из мифологии, японской мифологии. Вот, ребят, идемте в школу. Так, все кроватки заняты, поэтому питомцы есть еще одно задание, попить, и мы сейчас вылупим первого питомца. Мне самое очень интересное, кто мне выпадет первым. Так, ребят, ждем через несколько секунд, мы увидим. Так, мне как раз выпала комонка, про которую я вам говорила, это дюгон. Дюгон. Так, ладно, не будем расстраиваться, что это всего лишь комонка, и берем следующее яйцо. Так вот, на чем я остановилась, ребята. Второй, значит, питомец комонка, это садомол, тоже неизвестно, как переводится. Видимо, просто какое-то мифическое животное. Тоже он такой серенький, да, кстати, у меня выполнено задание, заберу деньги с доски задач. Лишними деньги никогда не бывают. В общем, ребят, пока ждем задание, буду дальше раскацывать. Пока я телепортируюсь домой, потому что следующее задание должно быть в душе. Так, можем уже, кстати, это яйцо посадить в душе. Так, следующий, необычный, два питомца, они уже как-то более-менее их можно перевести. Это Райана Битл, переводится как жук-носорог. И второй, необычный питомец, это Тануки. Тоже, видимо, не переводится, просто это название мифического животного. Так, ребята, ждем задание душ, после него вы увидите, кто мне выпадет вторым. Случайно нажала, и у меня яйцо из душа убежало. Ну ладно, буду держать его пока на ручках. Как вы уже заметили, ребят, я все яйца уже подготовила, чтобы вам не пришлось долго ждать задание, поэтому на всех 36 яйцах у меня осталось выполнить всего лишь по одному заданию. Это ускорит процесс. Так, все, ребят, душ. Сейчас увидим, кто выпадет мне вторым. Так, ребята, мне выпал второй питомец, тоже Камонко, но это хотя бы другого вида питомец. Это сада Моу. Не знаю, если я неправильно произношу, то вы можете меня поправить в комментариях, ребята. Вот такой вот питомец Камонко, то есть я уже сказала, что тоже такой серенький, не особо симпатично выглядит. Ну, возможно, он будет поинтереснее в неоне или даже в мега-неоне. Но пока что мне не особо впечатлило. Так, задание у нас детская площадка. Идем на детскую площадку. После того, как задание выполнится, у нас вылупится третий питомец. Так, ребят, пускай он бегает. Пока дальше расскажу, я вам, наверное, остановилась только на онкомонках и не успела дорассказать, какие еще питомцы. Так, дальше три редких питомца. Это птичка Ибис или Айбис, как по-английски это звучит. Следующий Карп, Кой Карп. И третий питомец редкий, это Леопард Кэт, леопардовая кошечка. Дальше это Красный Журавль. Дальше Спайдер Краб, это Краб Паук. И третий ультраредкий питомец, там выпадает улитка. Тоже она какая-то непонятная. Переводится улитка с люком, ну что-то типа такого, не очень я поняла. Так, ребят, ждем, все, вот сейчас уже вылупился у нас питомец. Это Тануки, это Ункомонка, ребят. Давайте возьму его на ручки. Так, мне уже вылупилось две комонки, одна Ункомонка, вот такой Тануки. Вот такой вот питомец с Адам Моу и Дюгон, вот такой вот, типа тетенка какого-то. Ну, пока, конечно, так себе. Камон им, камон. Будем надеяться, что дальше мне повезет больше. Берем третье яйцо. И так, что еще раз осталось рассказать про двух легендарных питомцев, которые вылупляются. Больше всех мне понравился питомец под названием Баку. Это такой мифологический. Мне показалось, что это похоже больше на мамонтенка такого. Называется он Баку, легендарный. И еще золотая кошечка Манеки Неко. Надеюсь, что мне выпадет кто-нибудь из этих двух легендарных питомцев. Ждем задания для четвертого питомца. Пока что напоминаю, что мне выпало две комонки и одна Ункомонка. Давайте пока, ребят, посмотрим в журнале, как выглядят в унионе эти новые питомцы. Так вот, дюгон будет цветиться голубеньким. Частично, конечно, не полностью. Но будет чуть-чуть посимпатичнее, чем совсем он весь серый. Как-то скучно. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть второй питомец. Так, второй питомец у него будут цветиться розовым лапки, хвостик и носик. Но ничего особенного. И третий, ребят, он Камонка, мне выпало Тануки. Но у него будет цветиться тоже хвостик, мордочка, желтый. Да, ребят, напишите в комментариях, кого бы вам хотелось увидеть в унионе первым, чтобы я прокачала унионного питомца из того, что мне вылупится. Пока ждем, ребят, задание последнего на четвертого питомца. Так, ребят, вот задание кемпинг. В принципе, на кемпинг можно не бежать, остаться дома, потому что следующее задание будет сон. Так что, чтобы не особо напрягаться, останемся дома, поспим и вылупим четвертого питомца. Так, ребят, я в предвкушении. Но, увы, мне снова выпала Камонка. Ребят, яйцо захотела попить. После того, как он попьет, вылупится следующий питомец. Ждем. И мне выпала улитка. Ультраредкая улитка. Ну, так себе, ребят. Потом, ребят, когда мы все яйца вылупим, я вам поближе покажу каждого из питомцев. И вы напишите, кто вам понравился больше в комментариях. Обязательно, ребят, пишите. Будет интересно узнать. И обязательно напишите, кого прокачать Даниона первого. Все, ребят, душ. После душа следующий питомец. Ждем. Так, ребят, кто это, кто это? А, это снова Тануки. Это у нас снова Камонка повторка. Так, ладно, ребят, не отчаиваемся. Берем следующее яйцо. Но, судя по опыту прошлых яиц, когда я открывала лесные яйца, все, ребят, конечно, зависит от случая. Один раз мне с первой попытки выпала лань. Второй раз я с шестого яйца мне выпала легендарка. Не помню какая. И дважды было, когда я очень долго, очень много прокачивала, вернее, открывала яйца лесные. Пришлось открыть 31 лесное яйцо, и мне выпал ястреб. И еще один раз 20 с чем-то яиц, по-моему, 23 или 24 даже. И мне выпала лань с 24 попытки. Так что, ребят, как повезет. Может быть, быстро выпадет легендарка, а может быть, и совсем не выпадет. Да, кстати, вот из обновленных базовых яиц, из треснутых, я в основном треснутые открывала, у меня до сих пор не выполнили одного легендарного бетонца. Ну, у меня, конечно, есть легендарки, потому что я их затредила, еще каким-то способом получила. Но суть в том, что ни одной мне не выпало. Так, ребят, школа и следующий питомец. Ждем. Так, это снова комонка, снова повторка, дюгон. Берем следующее яйцо. Да, ребят, мне, кстати, показалась очень симпатичной, редкая кошечка, леопардовая. Надеюсь, мне она выпадет. Я надеюсь, что мне выпадет их 4 штуки, и я хочу ее прокачать одной из первых. Так вот, я, ребят, вытащил новое яйцо, тоже осталось одно задание. Будем ждать, может быть, захочет попить, или поесть. Ребят, толк очень ждала задания. Ну, наконец, дождалась, сейчас будет сон. И после того, как яйцо поспит, мы узнаем, кто вылупится следующим. Так, ребят, кто же это? Боже, это снова коммунка. Таких питомцев у меня уже 3. 3 дюгона. Походу, придется его делать первого, неонового. так, ладно, берем следующее яйцо и отправляемся домой. О, нет, домой не придется отправляться, покушаем здесь и вылупим следующего питомца. так, ребят, кто это? так, ребят, кто это? отправляем яйцо в душ и увидим, кто вылупится следующим. Ребят, это ультраредкая улитка. Тоже повторка у меня уже одна есть. Она, кстати, плохой знак, когда начинает выпадать ультраредкий, значит, у них выпадет легендарка. Вот так, ребят, у меня осталось уже 26 яиц. Из них у меня выпали комонки, ункомонки и 2 ультраредких улитки. Потом, ребят, я вам скажу точно, сколько какого выпало и покажу поближе каждого из питомцев. Так, ребят, задание, источники. Идем на источники и получаем следующего питомца. Так, ребят, выполняем задание и увидим, кто вылупится следующий. Получается, что я уже вылупила 9 яиц. Это будет 10. И так, ребят, кто же, кто же, кто же, кто же? Ой, это леопардовая кошечка редкая. Такая миленькая. Очень симпатичная. Мне нравится. Хочу вылупить еще 3 таких кошечки, сделаю неоновую. Вот такая вот малышка симпатичная. Но, ребят, мы не будем ждать. Берем следующие яйца. И так, ребят, из того, кто уже вылупился, если честно, мне, как и изначально, я посмотрела по журналу, мне больше всех понравилась леопардовая кошечка. Ну, и сейчас мое мнение не изменилось. Мне кажется, что из всех, кто вылупился, она самая симпатичная. Да, ребят, давайте посмотрим, как она будет выглядеть неоновой еще разочек. Не знаю, смотрели мы или нет. Так, она у нас редкая. Так, находим ее в журнале. Вот она. И в неоне ее пятнышки будут светиться розовым. Ну, вполне себе симпатично. Да, я однозначно сделаю неоновую леопардовую кошечку. Вот так вот она будет выглядеть. Я надеюсь, что очень скоро я покажу вам вживую, не в журнале, а вживую, как выглядит неоновая леопардовая кошечка. Ребят, посмотрите, как в темноте светится японское яйцо. Разработчики Adopt Me постарались. И это яйцо выглядит довольно симпатично. Ребят, сон, чтобы не ездить домой. Я думала, что будет кемпинг. Приехал на кемпинг, но сейчас просто сон, но поспим в палаточке. Ничего страшного. И увидим, кто вылупит в следующем. Ну что, ребят, как думаете, кто? О, нам вылупился, ребят, журавлик. Журавль это ультра редкий питомец, ребят. Так вот он выглядит. Берем следующее яйцо. Потому что всех питомцев подробнее я в конце видео всех вам покажу, ребят. Так, ребята, отправляю яйцо в душ и вылупляю нового питомца. посмотрим, кто выбежит у нас из душа. Это, ребят, карп. Ой, карп. Это питомец редкий, ребят. Убираю его в рюкзак, потому что надо успеть до следующего задания взять яйцо. Так, ребят, бежим в школу и улыбляем нового питомца. Следующий питомец у меня будет на ручках после того, как вылупиться. Ребята, следующий питомец снова журавлик. Уже второй, ребят. Ультра редкий красный журавль. Вот он у меня на ручках. Потом рассмотрим его поподробнее сейчас берем следующее яйцо. Ищем, ищем, ищем. Вот. Осталось 22, ребят, яйца. Ребят, бежим кушать и вылупим следующего питомца. И следующий питомец у меня снова комонка дюгон уже третий. беру беру следующее яйцо. Ребята, у меня появилось задание. Накормим яйцо, получим следующего питомца. Кстати, ребята, я сейчас перепроверю. По-моему, я немножко ошиблась. Сейчас дорасскажу, подождите. Так, следующий питомец. Новенький, такого у меня еще не было. Это жук носорог, ребят, вот такой вот. мне кажется, ребята, ошиблась, когда вам сказала, что у меня в один из предыдущих раз вылупился журавль повторка. Я сейчас только что посмотрела и увидела, что у меня есть вот такой питомец, птичка ибис. И походу я ее спутала, ребят, с красным журавликом. Ну, не знаю, перепроверю потом, ребят. Могло такое случиться или нет? И так, ребят, мне выпал вот такой вот жук. Блин, успеем новому взять. Сейчас будет, ребят, задание сон и после этого вылупится новый питомец. ребят, мне выпал снова ибис, птичка ибис или по-английски, как это произносится, айбис. Вот такая птичка, ребят. Берем следующее яйцо, яйца осталось 19 и идем домой выполнять задание душ. Да, ребят, я однозначно ошиблась, мне в прошлый раз выпал не журавль, а птичка ибис. я ее ошибочно приняла за журавлика, потому что они, ребят, очень похожи. Даже посмотрите в журнале они очень похожи, только птичка ибис редкая, а журавлик ультра редкий. Главное, что я вовремя заметила свою ошибку, но ничего страшного. Ребят, у меня задание душ, после него следующий питомец. Ребят, мне выпала снова леопардов кошечка, это повторка, теперь у меня две. Я бегу на детскую площадку наиграю, выполняю задание, чтобы получить следующего питомца. и ребят, мне снова выпадает комонка. Сейчас посмотрю, сколько мне уже четыре ребят. Не буду расстраиваться, но зато можно сделать неонного питомца. Яйцо захотел попить, попьет и увидим нового питомца. уже со счета сбилось какое-то будет, но в инвентаре осталось всего 17 яиц. Так, ребят, и это у нас снова повторка, это карп. Уже второй. Да, карпов у меня два. Чтобы увидеть, кто вылупит в следующем, выполним задание сон. и на этот раз мне выпал птичка Ибис. Третий уже по счету. Я отправляю яйцо в душ и жду, что мне выпадет. и ко мне на всех парах бежит Тануки Онкамонка. Их уже три, ребята, у меня. Все, ребят, осталось несколько секунд, и мы увидим нового питомца. и так мне выпадает четвертый Ибис. Я пошла пить, вернее, не я, а яйцо захотела пить. И через несколько секунд я увижу, кто будет у меня следующим питомцем. И это, ребят, снова птичка Ибис. Слишком часто она мне выпадает, уже пятая. Так, ребят, я беру следующее яйцо, и осталось катастрофически мало. Всего 12 яиц из 36, то есть 24 яйца я уже вылупила. И ни одного легендарного питомца. Я решила прийти домой, чтобы выполнить задание сон и увидеть, кто следующий мне попадется. Тем более, что после сна всегда задание души. Мне все равно бы пришлось возвращаться домой. Так, ребят, что вылупится у нас сейчас? Ребят, это снова комонка. Отправляю яйцо в душ. и получаю третью леопардовую кошечку. Ребят, я рада. Очень хочу четвертую кошечку, сделаю неонку. Я бегу на источники и хочу увидеть следующего питомца. питомца. Ребят, моим мечтам не суждено было сбыться, потому что мне выпала улитка ультра редкая. У меня их уже 3,9 японских яиц. Ждем следующего задания. Отправляю яйцо покушать, чтобы получить следующего питомца. И это паук краб. По ценности он ультра редкий, ребята. Так, ладно, берем следующее яйцо. Ребята, я решила одно яйцо затрейдить на собачку чау-чау. Надеюсь, вы на меня не обидитесь. Я посмотрю, как зовут девочку, которую я поменялась на яйцо. И сейчас в чате мы узнаем, кто ей вылопился. ребят, я на кемпинге, после кемпинга увидим, кто следующий мне попался. Ребят, девочке, с которой я затрейдилась, попался карп вот в чате. Вот, видите, ее зовут Баксли, она и достался карп. О, ребят, мне попалась леопардовая кошечка. Ребят, объясню свою логику, почему я согласилась на трейд поменять одно японское яйцо на чао-чао. Дело в том, что у меня их уже восемь, это уже девятый чао-чао. Мне нравится питомец, кроме того, он за робаксы. и получить его можно только в вип-комнате. И в будущем я хочу сделать, может быть, даже мега-чао-чао. Он ультра-редкий. Вот у меня восемь бежевых, это ультра-редкие, они не легендарные. Но они мне нравятся, и в принципе это был достаточно хороший трейд, обменять одно яйцо на такого чао-чао. Тем более, что легендарка девочке не попался и попался карп. он редкий. Так что ничего страшного, я еще куплю яиц и вылуплю еще много питомцев. Ну а теперь, ребята, время подошло к заданию душ, после которого мы узнаем, кто мне выпадет следующий. Ребят, мне выпал тануки. О, ребята, это отличная новость, потому что это четвертый тануки. Теперь у меня есть четыре тануки и четыре леопардовых кошечки. И в принципе я могу сделать из них неонки, потому что комонки, как я уже говорила, в японских яйцах мне не очень нравится. Итак, ребята, у меня объявились фавориты. Это тануки, это он комонка и редкая леопардовая кошечка. И их я буду делать одними из первых неоновыми. Но, ребята, я отправляю в школу, чтобы получить очередного питомца. Да, кстати, ребята, если у вас не так много баксов и вы не можете в достаточном количестве купить японские яйца, то не расстраивайтесь. В эти выходные будут двойные выходные, когда за выполнение каждого задания будут удваиваться деньги, то есть вы будете в два раза больше баксов получать и, кроме того, питомцы будут прокачиваться в два раза быстрее, поэтому обязательно не упустить такую возможность, чтобы прокачать максимальное количество своих любимых питомцев и заработать побольше денег, чтобы купить новых яиц и открыть новых яиц и получить новых питомцев. Ребята, сейчас мы увидим, кто следующий вылупится. И мне выпадает карп, ребята, и карпов у меня три, то есть если бы я не затрейдила яйцо, у меня было бы четыре карпа. Кстати, ребята, я сейчас упустила очень хороший трейд, один мальчик, которому выпал легендарный Баку, он написал в чате, что он трейдит своего легендарного Баку на два золотых тигренка. У меня как раз были два лишних тигра. Тигр, которые совершенно не ценятся, никто их не любит. В общем, он просил за легендарного Баку два тигренка. Это был супер выгодный трейд, но я не успела. Он затрейдился с кем-то другим, ребят. Я была очень разочарована. Я стояла рядом с ним, он держал Баку в руках, и я не могла ему кинуть трейд, потому что он уже был в трейде, и через несколько секунд Баку у него из рук пропало, и я поняла, что он затрейдил его. К сожалению, я проворонила замечательный трейд. Ребят, у меня задание. Так, ребят, кто же вылыпался? Господи, снова этот ибис. Нет, только не он. Ну, что поделаешь, мне выпал снова этот птичка ибис. Боже, мне это начинает уже раздражать. Я побежала домой. Да, ребят, мне снова нечем порадовать ни вас, ни себя, потому что мне снова выпала комонка, а яйца осталось всего два. И кто же мне выпал? снова комонка. Дюгон. Ну, говорю, уже сегодня не мой день, ребят. Шесть дюгонов. Боже, куда мне столько? И последнее японское ребят яйцо. Итак, напомню, ребят, что у меня их яйца, которого я затрейдила. Из него вылупился карп. Из 36 яиц мне не выпало ни одного легендарного питомца. Зато у меня есть хорошая новость, ребят. Из 12 питомцев новых мне выпало 10. То есть все, кроме двух легендарных. Кроме Баку и золотой кошечки. Все, ребят, последний питомец, последнее задание. посмотрим, кто вылупится. О, боже, мне снова выпал Тануки. Унка-монка. Итак, ребят, показываю всех питомцев, которых я сегодня получила. Итак, первым, ребят, мне выпал вот такой вот дюгон. Ребят, вот такой вот карп. Редкий питомец. Их мне выпало три. Еще один выпал у девочки, с которой я поменялась на чао-чао. Ей тоже выпал карп из моего яйца. Дальше, вот такая птичка айбис. Ибис по-русски, по-английски произносится айбис. Тоже редкая птичка, у меня их шесть штук. так, ребят, вот такой вот спайдер краб. Не буду принимать трейд, уже это мешает. Это паук краб. Ребят, у меня он такой один. Дальше, он камонка. это носорог жук. Кого я вам еще не показывала. Да, вот такой вот журавлик. Одна штука. Выпал в количестве один. Дальше, улитка ультра редкая. Выпало мне в количестве три штуки. Садом мол. Так, ребят, сколько их? Пять штук ребят, таких попало. Ну, вот, ребят, такие питомцы мне выпали. Надеюсь, вам понравились новые питомцы, а также понравилось мое видео. Ребят, не забывайте ставить лайк, также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потерять меня и чтобы не пропустить новые видео. А в новом видео я сделаю новую неоновую леопардовую кошечку редкую, а также неоновую тануки и мы пойдем с вами и затрейдим их на хороший трейд. На этом, ребят, я буду заканчивать на сегодня. Всем пока-пока, до скорых встреч! субтитры и